Всем приветик! Делюсь с вами своей радостью. Наконец-то приехала клубничка. На этот раз очень крупные ягоды. Я уже одну скушала. В белом шоколаде с малиной сверху. Очень вкусно. Вообще безумно нравятся эти ягоды. Заказали два наборчика. Вкусненько-вкусненько. Очень люблю клубнику в шоколаде. А за два наборчика отдали 80 рублей. Это сколько? 35 долларов где-то. Но это безумно-безумно-безумно вкусно. Балуйте себя тоже клубничкой. Я в студии у Анечки. Сегодня делаем ноготочки новые. Вот такие красивые. Из такой кружечки пили шампанское. Я принесла пино нуар. И вот такие замечательные пирожные. Такое вот у нее кресло. Здесь подарок я принесла Анечке. Джинсики. Моя сумочка. Вот такая у нее красивая картина. Друзья, я думаю, что вы уже заметили, что у меня появился новый аромат. И сегодня я хочу поделиться, конечно же, своими впечатлениями про этот аромат. Он уже довольно-таки известный, довольно-таки популярный. И часто я его пробовала в каких-то журналах, в каких-то пробниках. Мне его постоянно давали. Вот. Могу сказать, что мне этот аромат очень нравится. Нравится то, что он такой, знаете, очень хорошо сливается с кожей. То есть, когда его наносишь на кожу, через какое-то время он очень хорошо сливается с запахом кожи. И такой очень приятный мускус остается. В основе аромата он такой, знаете, цветочно-мускусный. Есть также, по-моему, роза в основе аромата. Но я, честно говоря, сильно не углублялась. Я только знаю, что он мускусный. Вот. И так, в принципе, мне он довольно-таки хорошо подошел. Вот. И мне нравится им пользоваться. Такой для меня, знаете, очень вечерний, такой нежный довольно-таки аромат. Несмотря на то, что есть в нем мускус, он для меня не резкий. Вот. Сначала, когда его пшикаете, первые верхние ноты, они такие более яркие чуть-чуть, да, где-то. Но в целом это очень нежный аромат мускусный. Для мускусно-цветочного это довольно-таки нежно. Поэтому этот аромат мне нравится. Могу вам его рекомендовать. Я, как любительница абсолютно сладких ароматов, для меня лично вот этот аромат, он очень такой действительно приятный, ненавязчивый. Подходит, в принципе, абсолютно любой возрастной категории. Очень приятный аромат. Так, девчонки-мальчишки, показываю вам покупочки. Это у меня пакеты из Zara. Одежда-одежда. Всю одежду покажу вам в отдельном видео. Что купила в Zara. Я купила платьишки, парфюмчик, вот. Так что очень было все красивенько. И еще притащила с собой. Купила две коробки конфет. Всегда, когда вижу конфеты-коробки, я покупаю их. Покупаю я их для бабушки и дедушки. Купила одну коробочку вот такой вот. Не знаю, что это за конфетки. Покупала в грине. И вторую коробочку вот такую. Конфеты – это такая вещь, которые всегда нужны. Если вдруг бабушка с дедушкой приезжают, или какой-то праздник, всегда можно им преподнести. Поэтому смотрится солидно. И мне кажется, это очень нужная вещь. Так, и еще я тут была в смузи-баре. Типа вот полезная всякая еда. Купила вот такой смузи. Это смузи с манго. Чья смузи с манго и ананасом. Вот стоил он 3. Так, 6 белорусских рублей и 3 евро. Такой вот 2 евро получается. Такой смузик. Сейчас его как раз выпью. На ужин себе взяла. Взяла себе на завтра. Вот такие вот десерты. Это конкретно десерт с печеньем и вареньем натуральным. Также взяла. Сейчас буду все доставать, все показывать. Две упаковки салфеток. Я всегда беру именно смайл. Мне очень нравятся их упаковки. Они матовые, они приятные. И сами салфетки очень хорошие, такие увлажняющие. И хорошо очищают. Поэтому взяла себе обязательно. Дальше взяла еще один десерт. Вот такой вот. Они делают его вот уже с такими мюслями, с гранолой натуральной. Десерт с йогуртом, с малиной натуральной. Вот. И мюсли. На завтрак будет очень вкусно. Мне нравится, как они делают. Это натуральные йогурты. И получают очень вкусные десерты. Ну, что еще взяла? Что взяла? Малинки. Полкилограмма. Вот такие два бокса по 250 грамм. Сегодня планирую смотреть свой сериал. И кушать ягоды. Сегодня, потому что был день рождения, я покушала на день рождения рыбу. И больше после этого ничего не кушала сегодня. Поэтому буду кушать малинку. И еще взяла полкилограмма голубики. Голубика стоила 14 белорусских рублей. Делите на 2,5. И узнаете, сколько это будет в долларах. Малинка стоила по 3 евро. Такая вот. Дела много. Потому что очень дешевые цены. По 3 евро. За 250 грамм. Это очень дешево. На самом деле для Беларуси. Да и даже голубика. Это тоже очень дешево. За полкилограмма такая цена. Поэтому. Вот. Так что такие вот у меня сегодня небольшие покупочки полезной. Полезненькой еды. Нужно обязательно кушать ягоды. Поэтому никогда себе не отказывайте. Всегда в первую очередь покупайте ягоды. Ягоды, фрукты, овощи хорошие. Это самое главное. Это основа вашего рациона. Это витамины. Поэтому это обязательно. Никогда не жалею деньги на такое. Вот. Потому что это обязательно. Можно не съесть что-то другое. Но ягоды кушать нужно обязательно. Поэтому всегда, когда бываю в магазинах, где есть ягоды. Я всегда их приобретаю. Вот. Так что начну сейчас, пожалуй, со смузи. И буду есть малинку уже под сериал. А что за классный сериал я сейчас смотрю. Я вам тоже расскажу. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня утро начинаю вот с такого вот чая. Фаберлик Детокс Морнинг. Травяной сбор. Вот такой вот натуральный травяной чай, который продается в марке Фаберлик. Выиграла я эту упаковочку на свадьбе у своей сестры. И вы знаете, даже не ожидала, что мне настолько сильно понравится этот чай. Он очень вкусный. Я начинаю каждое утро сейчас с него. Пью его даже в течение дня. И вот осталось уже два пакетика. Просто суперский чай. Очень хочу заказать себе такой чай. Потому что он реально очень-очень вкусный. И при этом очень полезный. Вот такой вот здесь состав. Брусник, очереда, толокнянка, клевер. Вот смотрите, да. То есть все натуральные компоненты. Можно вложить один, можно вложить два пакетика в чашечку. В общем, я осталась просто в восторге от этого чая. Не ожидала, что Фаберлик делает сейчас такие крутые чаи. Они очень вкусные. Эти чаи, я помню, раньше когда-то еще брала, когда они только начинали. Но там был не такой вкусный. Но вот эти, посмотрите, во-первых, какая упаковка. Прикольная, красивая, модная. И очень вкусный чай. Так что вам советую-советую. И хотела бы, наверное, себе заказать тоже таких много чаечков. Потому что, ну, мало того, что это вкусно, это еще и полезно. Так что берите на заметочку. Ну, а я уже первый завтрак покушала сегодня. Рисуем соусом. Выпила воды перед этим. Чай. И вот сейчас, чуть попозже, ем вот такой вот десерт, который я вам показывала. Вот здесь натуральный йогурт, натуральная малина. И нужно добавить к этому, ко всему, вот такой вот гранолочку. Так что сейчас у меня будет очень вкусненько. Оп. И все это дело перемешать. Перемусякиваем. И будет обалденно вкусно. Такой вот классный десертик на завтрак. Всем добрейшего утрочка, дорогие друзья. Начинаю, как обычно, с водички. Вот сейчас у меня вот такая вот кружка. Из нее обычно я пью смузи. И мне очень нравится, понравилось пить водичку. Так что... Оп. За утро стараюсь выпить две вот такие вот большие кружки. Это моя норма. Сейчас с вами мы будем готовить завтрак. Очень классный новый рецепт, который я высмотрела у Саши Харитоновой. Это девочка из Дом-2. Вот это раньше там была. Сейчас она занимается правильным образом жизни. Аюрведой, веганством. Так что сейчас покажу классный очень ее рецепт. Замечательного завтрака. В данный рецепт я добавила еще кое-что свое. Но сейчас вам все расскажу. Нам понадобится обычная овсянка. Нам понадобится один банан. Если делаете порцию на двоих, то берите два банана. И от себя я добавляю кокосовую вот такую вот манну. Предварительно ее нужно растопить. Это 100% натуральная кокосовая манна. И буду пару ложечек тоже в кашу добавлять. Что мы делаем? Мы сейчас просто вилочкой бананчик вот так вот размалываем до состояния пюре. Далее мы готовим кашу, как обычно все, да, овсяную кашу. И в конце добавляем, соединяем ее вместе с бананом. В середине готовки я кладу немножко манны в данную кашу. Для того, чтобы она приобрела такой кокосовый вкус. Кокосовая манна, она очень хорошо заменяет сливочное масло. Если вы привыкли кушать кашу с маслом. Плюс кокосовая манна очень полезна. Так что начинаю готовить свою кашу. В середине готовки каши где-то через 2 минуты я добавляю манну. И затем в конце я все перемешаю вместе с бананчиком. Вот такое вот пюре из бананчика у вас должно получиться. И потом мы это смешаем уже с готовой кашей. Ну что, добавляем нашу овсяную кашу. И хорошенечко перемешиваем все с бананчиком. До однородной консистенции. Получается очень сладкая, очень-очень вкусная каша. Приятного аппетита! Всем приветик! У меня сегодня очередная доставочка. Мы заказали шикари. Шикари это в Минске у нас очень классное место, где готовят азиатскую пищу. Так что сегодня мы себя опять побавили. Сейчас покажу чем. Заказали 2 упаковки тайской лапши. Она очень-очень вкусная. Выглядит она вот так. Это рисовая стеклянная лапша. Плюс креветки, орешки. И, конечно же, в нее входит яйцо. Это все готовится вместе с яйцом. Это безумно-безумно вкусно. Вот так вот выглядит эта лапша. Здесь также перчик есть. В общем, очень вкусненькая такая, знаете, очень легко идет. Минимально острая. Я такие очень люблю. И очень-очень она сочная. Поэтому рекомендую. Ресторан шикари. Работают на доставку. Либо в Минске можно у них в ресторане заказать такую лапшу. Очень-очень вкусненькая. Также здесь курочка, по-моему, есть. Вот. Так что приятного нам аппетита. Привет, девчат. Сейчас покажу вам заказик. Фаберлика. Да, такой неожиданный заказ. Я вам показывала в одном из влогов то, что мне очень понравился чай, который я выбрала на свадьбе у своей сестры. Это был чай Фаберлик Detox Morning. Очень-очень вкусный чай, травяной, классный. И он у меня очень быстро закончился, потому что я его пила три раза в день. Он мне очень нравился. Он очень сладенький, при этом полностью натуральный. И я решила себе заказать впрок таких чаев, потому что я решила в ближайшее время пить только этот чай. Вот. Он, во-первых, хорошо организм тонизирует. Очень круто подходит и на утро, и на вечер, и на день. Просто самый классный чай для меня. Так что сейчас вам покажу. Заказала я у своей сестрички, потому что моя сестричка, она директор Фаберлик. И вот я у нее заказала. Я сама на Фаберлик не подписываюсь. Она мне прислала вот такой красивый пакетик и новый каталог, который будет действовать в октябре. Вот. Ну и покажу вам, наверное, сам чай. Вот такой красивый пакетик Фаберлик. И я заказала пять упаковок вот такого вот детокс-чая. Выглядит он вот так вот. Детокс-морник. Очень приятная упаковка. Я люблю такие упаковки. Они красиво смотрятся. Вот. И вообще они очень приятные. Такие, знаете, на ощупь. Травяной сбор. Очищение утра. Вот. И вот такие вот травки сюда входят. Можете посмотреть. Стоил этот чай пять примерно белорусских рублей. Ну, это получается где-то два доллара он стоил. Вот. Поэтому я взяла себе их пять штук, чтобы у меня хватило на ближайшие хотя бы пять месяцев. Ну, хотя он у меня заканчивается гораздо быстрее, потому что я его пью несколько раз в день. Так что берите на заметочку самый крутой чай. Можно ложить два пакетика в большую чашку, либо один. Если кладете один, то нужно очень-очень долго его заваривать. Тогда он будет максимально такой, знаете, насыщенный. То есть его и нужно хорошо заварить. Там обычные фильтры-пакеты. Вот. Поэтому очень удобно его использовать. Советую, советую. Прямо сейчас моя любовная любовь. Прямо сейчас моя любовь.